Ситуация, которая напугала многих в Таджикистане, не обошлась без человеческих жертв. Подписывайтесь на обновление и точно идите в курсе всего самого важного. Семеро работников Коммунального управления водного хозяйства Пиджикента отравились предположительно сероводородом во время проведения работ и скончались. Несчастный случай произошел вечером 13 мая на улице 50-летия Таджикистана в Пиджикенте. Деловар Хамдамов, пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям Сагдейской области, сообщил 14 мая, что семеро работников Коммунального управления водного хозяйства Пиджикента и еще один гражданин спустились в канализационный люк для проведения ремонтных работ. Во время проведения работ им стало плохо и их доставили в больницу в бессознательном состоянии. Семеро работников Коммунальной организации скончались в больнице, еще один человек госпитализирован в реанимацию. Тела умерших переданы их родственникам, сказал представитель УКЧС по Сагдейской области. По словам деловара Хамдамова, соответствующие структуры начали проверку инцидента, ведь непонятно, почему работники спустились туда без оборудования, которое могло защитить их дыхательные пути, откуда там взялась большая концентрация сероводорода и что вообще произошло. А в Москве в это время задержали двух человек, обвиняемых в запуске четырех воздушных шаров с флагом Украины над Красной площадью. Задержанным оказались граждане Таджикистана. Летящий флаг в сине-желтых цветах заметили днем 12 мая. По данным канала, шары запустили люди, которые остановились на легковушке «Опель» у Красной площади. Сразу же после запуска они уехали. Через час иномарку остановились силовики. Внутри сидели два уроженца Таджикистана – 30-летний Алишер Кадиров и 27-летний Бахром Усмонов. Они признались, что выпустили шары, но при этом сильно удивились, когда им сказали про украинский флаг, передает телеграм-канал «База». По версии товарищей, плакат был в розово-фиолетово-желтых цветах. На нем была надпись «Спасибо за дочь». Тем не менее, на задержанных составили административные протоколы по нескольким статьям за нарушение режима пребывания на территории России и дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Между тем, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что это не случайность. Этот наглый провокационный акт в самом центре Москвы с воздушными шарами и украинским флагом – не случайность. Уверен, что эти джеки прекрасно осознавали, что они делают, и четко отдавали отчет своим действиям, тем самым проявляя свою истинную позицию. Прокомментировали Кирилла Кабанова в телеграм-канале. Он написал, что уже давно известно, хотя не все хотят об этом говорить, что центрально-азиатские диаспоры в России находятся под пристальным вниманием не только запрещенной ИГИЛ, но и украинские спецслужбы, спецслужбы недружественных государств. И это только начало, если не будут приниматься самые жесткие меры. После такого, конечно, необходимо усилить контрольное мероприятие, сказал он. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли был запущен флаг Украины? Или, возможно, он выгорел тот плакат, который запускали «Спасибо за дочь»? Или так он смотрелся сверху? Пока непонятно. Как вы относитесь к такому инциденту? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.